Вся информация в видео, опубликованных на нашем сайте, взята из открытых источников. Следите за новостями и подписывайтесь на наш канал. Видеоконференция на фоне военных учений в Нахичеване. Министр должен был коснуться также этого вопроса. По сообщению отдела информации и по связям с общественностью МИД, 19 апреля министр иностранных дел Армении Заграб Мнацаканян провел видеоконференцию с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым, России, Стефаном Висконти, Франция, Эндрю Шофером, США, а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ Анджием Каспоршиком. Министр иностранных дел Армении и сопредседатели Минской группы ОБСЕ обменялись мнениями о событиях в регионе, произошедших после недавней видеоконференции. Министр иностранных дел Армении подчеркнул важность поддержания постоянных контактов с сопредседателями Минской группы ОБСЕ в условиях пандемии. Собеседники также обсудили перспективы осуществления визитов сопредседателей в регион и проведения встреч на уровне министров после снятия ограничений, введенных в связи с распространением эпидемии коронавируса. Кстати, 18 мая в Нахичеване стартовали командно-штабные воинские учения. По сообщению азербайджанских СМИ, дислоцированные в Нахичеване воинские подразделения приведены в боевую готовность различной степени. В предстоящие дни они будут заняты противодействию разведывательно-диверсионным действиям, а также разработке шагов по предотвращению воздушных, ракетных и артиллерийских ударов. На этом фоне видеоконференция министра ИТ Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ политолог Ливон Ширинян считает крайне важным. В беседе с первым информационным он отметил, вообще государство чем больше шагов сделает по поднятию уровня безопасности, тем лучше. Однозначно, мы должны положительно оценить эту видеоконференцию. Что касается Нахичевана, то считаю, что необходимо было сопредседателям четко сказать, что в 1921 году два непризнанных государства, Хималистская Турция и Советская Россия, совершили агрессию и разделили Армению. Нахичевань – неотделимая часть Армении, и теперь надо очень серьезно отнестись к этим военным учениям. Ширинян подчеркнул, что Нахичевань не является частью Азербайджана, а протекторатом – территорией, находящейся под опекунством, которая незаконно была оторвана от Армении и передана Азербайджану. Сопредседатели это хорошо знают, и было бы хорошо, чтобы дипломаты во время видеоконференции также подняли бы этот вопрос. Но, повторяю, первичный фактор – это наша армия. Мы должны надеяться на нашу армию, сказал он в заключении. Заместитель начальника аппарата бывшего президента Арцаха Бакоса Акина, Давид Бабаян, в беседе с первым информационным крайне важным назвал эту видеоконференцию. Мы выделяем важность любой встречи, поскольку это дает возможность обеспечить в регионе стабильность и мир, и продолжение переговорного процесса. А то, что в Нахичеване и вообще, в Азербайджане военная риторика преобладает. Это также не может оставить своего влияния как на ситуацию в регионе, так и на процесс урегулирования Карабахско-Азербайджанского конфликта. Надо постоянно это озвучивать, напоминать, эти вопросы обсуждать, учитывая, что турецкие подразделения также участвуют в этих военных учениях. С этой точки зрения использовать эту площадку очень важно. На взгляд Бабаяна, плодотворность подобных встреч позволяет сохранить в регионе стабильность и мир. Мы, Азербайджан-Карабахский конфликт, должны рассматривать в двух плоскостях, первое, само урегулирование. И этот процесс будет длиться долго, даже в обозримом будущем, мы не можем представить урегулирование. Подходы сторон слишком противоречивы. Второе, обеспечение мира и стабильности. Здесь есть прогресс, поскольку нет войны. В течение 26 лет, лишь во время апрельской четырехневки, была вспышка напряженности. В общей сложности сохранялись мир и стабильность, что само собой большое достижение, сказал он в заключении. Эрдоган и Алиев переигрывают Путина по газу. Анкара не заинтересована в выдавливании российского газа из национальной экономики, несмотря на снижение котировки его для Турции. Другое дело, что Эрдоган действует в своей манере, забалтывая всех уверениями в дружбе, но при случае не упуская возможности вести только свою игру. И не безуспешно. Он выиграл время, в течение которого появились поставщики трубопроводного газа, плюс появилась возможность приобретать СПГ. До факта Турция стала превращаться в региональный газовый хаб. Еще совсем недавно главные российские и турецкие телеканалы вели прямую трансляцию из Конгресс-центра Халич в Стамбуле, где президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Таип Эрдоган участвовали в торжественной церемонии запуска проекта газопровода «Турецкий поток». За кадром комментаторы озвучивали правильные слова, говоря о том, что ввод в строй нового газопровода позволит России не зависеть от украинского транзита, а сам маршрут поставок в Европу в итоге может стать наиболее выгодным. Что касается Турции, то она заявляла о важности для нее стратегического партнерства с Россией, в котором энергетической составляющей отводилась очень важная роль. Тем более, что Россия являлась лидером среди стран-поставщиков газа в Турцию. В 2018 году туда было отправлено около 24 миллиардов кубометров, больше закупала только Германия. Когда в 2019 году поставки в Турцию начали сокращаться. За три квартала прошлого года Анкара закупила у России лишь 11,8 миллиарда кубов, по сравнению с 17,9 миллиарда за тот же период 2018 года, многие российские эксперты отнесли это к событиям временного значения, вызванными неблагоприятной экономической ситуацией. Увы, но ситуация стала приобретать устойчивый характер. За две с небольшим недели до пуска турецкий поток оказался в санкционном списке США, принятый в конце декабря Вашингтоном оборонный бюджет на 2020 финансовый год, предусматривает меры против иностранных компаний, строящих как этот газопровод, так и Северный поток-2, в виде блокировки судов для укладки труб на дно моря. Даже то, что в отношении турецкого потока ограничения вроде бы опоздали, принципиально ничего не меняет. Появились данные, что Анкара стала приобретать у Москвы меньше газа. Поставки из России за тот же период упали на 35%, чем отдельные страны Прибалтики. Что вместо российского продукта, турки теперь предпочитают энергоносители из США, Алжира, Катара, Нигерии. Любопытно, что по объему потребления российского газа, Турция встала рядом с Арменией и Литвой. Кроме того, начал работу газопровод ТЭП, ТАНАП, по которому в Анкарю пошел газ из Азербайджана. И все это стало укладываться в общую политику Эрдогана, направленную на создание прочного энергетического альянса с Баку. Азербайджанский газ из месторождения Шах-Денис стал теснить поставки Газпрома. Кстати, у президентов Турции и Азербайджана многое получилось. Это выяснилось тогда, когда стало очевидным, что Москва, выстраивая программу энергетического сотрудничества с Турцией, многое шило на живую нитку, и в дальнейшем ей придется уже по ходу менять правила игры, пересматривать контракты, делая их более современными и гибкими. А тем временем в турецкой газовой компании Ботос поделились планами дальнейшего наращивания поставок СПГ. По факту турецкий поток и еще один газопровод, Голубой поток, оказались задействованы всего лишь на 10% от совокупной мощности. Среди экспертов определилось две позиции по этому вопросу. Согласно первой, газовые проблемы во взаимоотношениях между Россией и Турцией не имеют политической нагрузки и объясняются экономическими рыночными соображениями. Считается, что переизбыток газовых предложений на европейском рынке уменьшит цены. Вторая позиция имеет иной набор аргументации. Она связана с охлаждениями отношений между Путиным и Эрдоганом в связи с конфликтами-противоречиями в Сирии и в Ливии. Попыток Анкары использовать в своих геополитических интересах газовую карту. За 4 месяца 2020 года на жиженный газ в Турции приходится 44% всех поставок. Из них 40% – на жиженный газ из США. В этой связи турецкая газета Daily Sabah считает, что подрывается не только экспортный потенциал турецкого потока, но и может поменяться весь характер сотрудничества Анкары с Москвой. Теоретически такое возможно. А практически, Турция, имеющая больше опыта во взаимоотношениях с современным Западом, нежели новая Россия, находится в сложных отношениях с ЕС и США, вовсе не по причине развития сотрудничества с русскими. Так уж получается, что объективно Москва выступает на Ближнем Востоке в качестве консервативного партнера, ратующего за сохранение территориальной целостности государств региона. Тогда как западные партнеры, особенно американцы, ведут дело к фрагментации его, включая, кстати, и саму Турцию. В этом смысле такие проекты, как Турецкий поток, придают стране геополитическую устойчивость. Потому Анкара не заинтересована в выдавливании российского газа, несмотря на снижение котировки его для себя. Другое дело, что Эрдоган действует в своей манере, забалтывая Путина уверениями в дружбе, но при случае не упуская возможности вести только свою игру. Ведь он выиграл время, в течение которого появились поставщики трубопроводного газа, плюс появилась возможность приобретать СПГ. До факта Турция превращается в большой региональный газовый хаб. Ближний Восток накануне больших событий.